Основная причина такой ситуации в стихийном строительстве, которая процветала в городе вплоть до 2010 года. К примеру, нынешняя Соболевка или Верх Светланы еще каких-то 20 лет назад, это были садовые товарищества и частные домовладения. Теперь это один из крупных микрорайонов города, в котором проживает свыше 50 тысяч человек. И в некоторых таких высотках нет ни канализации, ни септиков. А если даже есть локальные очистные сооружения, то они не справляются со своей задачей. К примеру, рядом с домом 2Б, дробь 3 на улице Молодогвардейской, неочищенные канализационные стоки от этой многоэтажки текут по склону прямо в ручей Верещагинский и дальше в море. Отсюда у вас скрывается, должна сливаться очищенная вода. Нарушена технология. Здесь может быть лоз предназначен для определенного количества жителей, он там рассчитывается из среднесуточного потребления воды. А по факту используется намного больше. По данным рейдовых групп, собственникам квадратных метров в этом доме около месяца назад выписывалось предписание исправить ситуацию подключиться к канализации. Тем более, что точка врезки от их ямы расположена в нескольких десятках метров. Но, как говорится, воссыны не там. Принято решение дом отключить от водоснабжения. В общей сложности за два месяца работы рейдовые группы в микрорайонах Светлана и Соболевка уже проверили около тысячи домовладений. Порядка 80 протоколов об административном правонарушении уже составлено. Всем выданы предписания на подключение. И также всем направлены письма в подведомственные структуры для принятия мер. На сегодняшний момент по микрорайону Верхняя Лысая гора и Соболевка было порядка 20 отключений. Такая работа проводится сейчас по всему городу. Уже выявлено несколько тысяч абонентов, которые своими канализационными стоками портят экологию курорта. На всех составлены административные протоколы, злостные нарушители, отключенные от водоснабжения. Сейчас в целом по городу у нас уже обследование более 25% тех объектов, которые ведут незаконный сброс. Из вот этих вот 25% у нас 50 на 50 получается. 50% это наши жители, те, которые выполняют все условия, 50% не выполняют. Которых надо понуждать. Которых нужно понуждать. И самое главное понуждение это отключение воды. Это по закону, чтобы наши жители знали, что если незаконная врезка и если не выполнены технические условия, которые выдает водоканал, водоканал обязан отключить их от водообеспечения. На сегодняшний день у нас, Антон Николаевич, по городу отключено от водоснабжения 858 объектов. Кроме того, уже 539 объектов, они подключились после работы, разъяснительной работы. После того, как были отключены от водоснабжения, они выполнили те технические условия, которые получены от водоканала. Кардинальные меры дают свои результаты, отмечают в водоканале. Такого количества горожан, желающих получить технические условия, у них никогда не было. Пришлось даже продлить график работы службы одного окна. Количество заявок увеличилось более чем в 4 раза. На данный момент поступило по подключению к централизованной канализации от существующих абонентов более 1300 заявок. Из них выдано 850 технических условий. Перед городом стоит задача прекратить все незаконные сбросы канализационных стоков, ливневки и ручьи. По мнению экологов, если эта работа будет завершена к маю, то уже 1 июня все заметят, насколько вода в море станет чище. Елена Всецнадь, телекомпания ФКТ.